Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви. Конечно же, мои дорогие девочки, девушки, женщины, весь женский род на всей земле, поздравляю вас с этим замечательным праздником весны, цветов, любви и женщин. И не случайно этот праздник именно весной, потому что все женщины распускаются так же, как цветы, так же вдохновляют, как любовь, и, конечно, каждый раз молодеют так же, как и весна. И не случайно в Италии весна называется Primavera, потому что это первое настоящее, именно настоящая любовь, настоящая цветущая жизнь. И как приятно, что именно в этот праздник, в этот день весной все мужчины мира, дорогие мои, поздравляют нас, поздравляют нас, женщин, желают нам всего самого хорошего, дарят нам стихи, дарят нам песни, дарят нам цветы и, конечно же, маленькие подарочки или большие, кто как может. Но не важно, потому что женщина всегда остается женщиной, всегда остается романтической натурой. И всегда хочется каких-то чудес, больших или маленьких. И сегодня, в этот замечательный день, поздравляю вас всех, дорогие мои. Желаю вам всего самого хорошего, чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и, конечно, как обычно, здоровья и счастья, радости, любви мои дорогие. Ну а я уже сделаю себе причесочку и жду Винченца вечером с букетом цветов. И будем отмечать, потому что сегодня все отмечают, это праздник цветов, весны, любви и женщин. Всех вас поздравляю с этим праздником. Ну и, конечно же, желаю, как обычно, здоровья и счастья, радости, любви. Оставайтесь всегда молодыми, жизнерадостными, потому что счастье мы притягиваем сами. Люблю вас всех. Ну и, конечно, делюсь с вами нашими видами, видами Виорейджо, города, где я живу, видами Италии, потому что весна, весна дает о себе знать. Везде все цветет и пахнет. Цветет мимоза, почти уже цвела. Цветет камелия, магнолия, цветут сады и вообще цветут все женщины на планете. Еще, дорогие мои девочки, я хотела бы с вами поделиться о том, как отмечают женщины свой праздник в Италии. А в Италии, дорогие мои, это черный день календаря. То есть это рабочий день и для мужчин, и для женщин, что очень даже неприятно. Но неважно. Для мужчин это ладно, а для женщин, конечно, можно бы сделать и в выходной день. Но Италия делает этот день рабочим. Это во-первых. А во-вторых, как отмечают женщины свой замечательный праздник, женский день. То есть женщины-итальянки вечером уходят одни отмечать этот праздник без мужей, как правило. Ну, 99% практически. То есть либо они идут на танцы, либо идут на аперитив с женским коллективом, либо идут в ресторан тоже с женским коллективом, тоже с подружками. Ну, а мужчины-мужчины тоже идут, развлекаются. И поэтому на танцах можно встретить свою вторую половинку, которая пришла отдельно от вас. И там снова встретиться, и там снова начать отношения. Ну, в общем, женщины в этот день, женщины-итальянки, считают себя свободными и независимыми. И гуляют сами по себе, так же, как и кошечки. Вот такая вот Италия. Пара-па-пам! Ну, и, конечно, для женщин везде продают цветы. На каждом светофоре очень много мимозы, дорогие мои. Поэтому на любой кошелек можно поздравить женщин. От одного евро малютенький букетик мимозы и два, и три, и десять, и пятнадцать. А мы уже гуляем по морю босичком, дорогие мои. Вода, конечно, прохладная, но немножко можно, когда очень и очень хочется. И я, и женщинца. Конечно, мы, как называются, кора Джозы. Такие смелые и отважные. Ну, по морю хочется погулять. Когда погуляешь по морю босичком немножечко, сначала по воде, потом по песку, становятся многие, как будто с них сняли десять килограмм. Совершенно такие нелестомые. Поэтому все для здоровья. Сильно много, конечно, ходить еще пока рано, потому что вода, как я говорила, холодная. Ну, а на пляже начинает народ потихоньку раздеваться, играть, загорать. Так же, как и мы, ходим босичком. Некоторые уже совсем без штанов загорают. Ну, некоторые просто в одежде, на солнышке, потому что уже, уже потихонечку чувствуется, дорогие мои, весна. Весна – это такое половину лета, как у нас в конце мая приблизительно. Ну, конечно, погода шепчет и радует. И вообще обожаю весну. Может быть, потому что я сама весенняя. И уже через неделю будем отмечать мой день рождения. Ура!